Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. Победа наша! Зимние Олимпийские игры закончились триумфом российского спорта. Плыть или не плыть, а будущие медики поддержали нашу олимпийскую команду. История рязанского самбо. Путь длиной в 50 лет. Уникальную книгу-фотоальбом представили спортивные общественности. Сборная России триумфально выиграла домашние Олимпийские игры в Сочи. К финишу российская сборная подошла с 33 медалями, побив рекорд Советского Союза 1988 года. Наши олимпийцы завоевали 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых медалей. За эти две недели наши олимпийцы одержали много замечательных побед. Причем некоторые были явно неожиданными. Например, золотые медали в сноубординге и шорт-треке. Одним из героев нынешней Олимпиады, по мнению не только болельщиков, но и комментаторов, стал конькобежец Виктор Анн. Он принес нашей команде сразу три золота, чего только стоит его победа на дистанции 500 метров, где он фактически проспал старт. Однако по ходу дистанции сумел ликвидировать отставание и буквально за круг до финиша вышел в лидеры и победил. С его приходом в команду вырос и уровень других спортсменов. Подтверждением этому явилась командная эстафетная гонка на 5 километров, победа в которой досталась российским конькобежцам. Подняли интерес к своему спорту отечественные бепслиисты и скелетонисты. Экипажи под руководством Александра Зубкова и в двойках, и в четверках показали отменные результаты. Причем занимали лидерство, как говорится, с первой попытки, а потом либо держали, либо увеличивали свой отрыв от конкурентов. Триумфом стало и выступление наших фигуристов. Медаль удалось завоевать во всех видах, кроме мужского. Отлично откатали как короткую, так и произвольную программу Татьяна Баласажар и Максим Траньков. Впервые в истории отечественного женского фигурного катания олимпийской чемпионкой стала юная Аделина Сотникова. Командные соревнования лишь подтвердили, что самая сбалансированная команда – это сборная России. Ну и, конечно, исторической стала марафонская мужская лыжная гонка на 50 километров свободным стилем, в которой весь педестал почета заняли наши лыжники – Александр Легков, Максим Валикжанин и Илья Черноусов. Причем последний на сочинских играх представлял рязанскую землю. У нас в Рязани – это первые медали зимних видов спорта, где человек поступает за рязанскую область. У нас были чемпионы олимпийских игр, но они родились здесь и уезжали, выступили в другие регионы. Понимаете? А это человек, который пишет в Рязанской области. Ну и, конечно, красочная церемония закрытия Олимпиады не оставила равнодушным даже самых критически настроенных болельщиков. Теперь сочинские трассы переходят в распоряжение паралимпийцев. Соревнования начнутся уже через неделю. Будущие рязанские медики поддержали российскую сборную на 22-х Олимпийских играх в Сочи. 20 февраля в бассейне Рязанского государственного медуниверситета «Аквамед» прошли соревнования по плаванию в поддержку российской сборной на 22-х Олимпийских играх в Сочи. Программа состязаний включала заплывы на дистанции 50 метров в вольном стиле для юноши и девушек, а также смешанную эстафету 4 по 50 метров. Участники соревнований в основном студенты первых курсов всех факультетов. Сколько участников приблизительно? Около 60-70 человек, но мы еще не знаем, как плавают первокурсники, поэтому дистанцию для них мы, для девушек, решили предложить на 25 метров, а юноши поплывут 50. Девушки не все могут прыгать с тумбы, но и мы не хотим рисковать, и поэтому принимаем такое решение. Девушки, тем не менее, настроены были весьма решительно. С соревнованием готовы? Конечно, готовы. Всегда готовы. А давно плаванием занимаете? Я уже 12 лет. Ну, я 7. Юноши тоже прямо-таки рвались в бой. С соревнованием готовы? Конечно. Готовы все в 2 недели. Усердно готовы. А вот заниматься плаванием и учиться, это не мешает одно другому? Тяжело, конечно, но приходится совмещать, потому что учеба довольно тяжела дается, особенно на первых курсах. Но это нужно делать, поэтому мы стараемся совмещать и тренировки, и учебу. Конечно, без все это очень тяжело, но спорт тоже должен присутствовать во всем распорядке дня. Мы стараемся совмещать и уделять внимание спорту. Плавали, конечно, хорошо все. А первые места достались Денису Корлопцеву и Ирине Абрамовой. Они быстрее всех одолели дистанцию 50 метров в вольном стиле. А Валентина Нестерова стала лучшей в эстафете. В общем, всех победил лечебный факультет. Кстати, плавание теперь у будущих медиков обязательно в физкультурной программе. Так что можно не сомневаться, что если не дай бог понадобится, смогут не только правильно поставить диагноз и вылечить, но и обязательно спасут, если вдруг кто-нибудь надумает тонуть. А вообще, то, что спасение утопающих дел и все же их собственных рук, известно всем. Поэтому лучше тоже научиться плавать, если до сих пор этого не сделали. Тем более, что приобрести это полезное и порой жизненно важное умение может любой человек. Главное здесь – желание. Олимпийские игры отгремели, а медали по-прежнему завоевываются. Наризанка стала обладательницей Кубка России. Рязанская участница Олимпиады выиграла Кубок России. Лыжница Наталья Матвеева, представляющая Рязанскую область, стала обладательницей Кубка России. Результаты соревнований, завершившихся в Сыктывкаре в среду 26 февраля, опубликованы в базе данных Национальной Федерации. Матвеевой не было равных в коронной дисциплине, спринте, свободным стилем. Показав третье время в квалификации, она стала лучшей в основной части. Напомню, что представительница Рязанской области выступала на Олимпиаде в Сочи и заняла 20-е место в спринте, став лучшей среди россиянок. На прошлой неделе Рязанской спортивной общественности презентовали уникальную книгу фотоальбом «История рязанского самбо. Путь длиной в 50 лет». В альбом вошли как фотоматериалы, так и комментарии на рязанских самбистов и тренеров. Книга «История рязанского самбо. Путь длиной в 50 лет» содержит историческую информацию, причем в хронологическом порядке, начиная с 1949 года, первого упоминания в печати о рязанском самбо, до юбилейного 2013 года, когда областной федерации исполнилось 50 лет. В книге собраны около 300 уникальных фотоматериалов. На торжественной церемонии презентации юбилейного издания альбом подарили всем членам редакционной коллегии и коллективам спортивных школ. Здесь действительно история развития нашей национальной борьбы самбо, так сказать, в Рязанской области, начиная с начала 60-х годов и вот по эти годы, значит, так. Здесь большое количество фотографий различных. Здесь интересные, так сказать, рассказы на встречах с Карлампиевым, с основателем борьбы самбо, который приезжал в Рязань, помогал развивать самбо. Здесь практически о многих клубах, ведь сейчас многие занимаются и в мужестве, и в богатыре, и в родном крае, и в других клубах. И вот здесь как раз про эти клубы многое сказано, как здесь начиналось, какие спортивные успехи, какие тренеры. С текстовым материалом с хорошим и с фотографиями. То есть вот этот альбом очень ценен. Он действительно за 50 лет. Примечательно, что к выпуску фотоальбома «История рязанского самбо за 50 лет» приурочены сразу два крупных турнира. Первый посвящен выводу советских войск из Афганистана, а второй – это первенство Рязанской области среди юношей. Также на прошлых выходных завершился юбилейный 20-й международный турнир по самбо среди юношей и девушек, посвященного памяти воинов, погибших в Афганистане и других локальных войн. В турнире принимали участие более ста юных самбистов из Рязанской, Московской, Тверской, Тульской, Костромской областей и Республики Абхазия. Для чего мы этот турнир делали? Для того, чтобы выкаючить память наших ребят, показать подрастающим поколению, что нужно заниматься спортом, что нужно достигать, нужно как-то себя пересиливать в достижении каких-то побед. И вот тогда ты становишься мужчиной, когда ты себя преодолеваешь, преодолеваешь свое «не хочу». Я думаю, что у нас все получилось. Вот турнир уже 20-й. Сегодня мы видим и приехала Костромская область, и Московская область, и Тульская область. В прошлом году у нас были команды Белоруссии, Абхазы приезжали. Поэтому я считаю, что это один из креугольных камней, вот этот турнир нашей организации. По возрасту участников, к сожалению, мы не можем квалифицировать его как мастерский, но это этап отбора команды Рязанской области, как я уже отметил, к высшедающим соревнованиям. Потому что он проводится по тому возрасту, по которому проводится международный турнир, посвященный победе в Великой Отечественной войне, который в этом году будет проходить в городе Санкт-Петербурге. Молодые рязанские самбисты выступили на этом турнире весьма достойно. Они завоевали 12 из 18 золотых медалей. На первенство Рязанской области среди юношей собралось почти 90 спортсменов из Рязани, Шилова и Рыбного. К ребятам перед началом соревнований обратились представители областной федерации. Они напомнили, что самбо – это национальный вид борьбы и единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Конечно, первенство области, как признают тренеры, это прежде всего отборочный этап на пути к более высоким состязаниям. Борис возраст 98-2000 год, юноша Бориса. По итогам соревнований будет формироваться сборная команда «Риделскопс» для участия в первенстве СФО. Тут присутствуют все, в принципе, тренера с Рязани, с области, которые смотрят, повышают, кто-то повышает свое спортивное мастерство, кто-то смотрит талант, кто-то участвует уже серьезно для отбора и для дальнейшего прохождения по этапу. И в этом году, по этому возрасту, в декабре будет проведено первенство мира. Можно с уверенностью сказать, что сейчас самбо – самый массовый вид спорта среди неолимпийских дисциплин. И нынешнее первенство в очередной раз показывает, что самбо активно развивается не только в областном центре, но и в районах области. У нас, конечно, таких возможностей нет, как у рязанских школ, организовать процесс. Но мы стараемся, в общем, изо всех сил. Думаю, что в перспективе у нас получится больше общаться со школами города Рязани, то есть выезжать, чтобы дети набарывались. Вот этого опыта соревновательного не хватает. Не то, чтобы именно на соревнованиях, да, а и вот такие дни, вот так называемые дни борьбы, там, открытые ковры – вот единственная вот эта проблема. Кстати, на церемонии презентации фотоальбома «История рязанского самбо за полвека» почетный президент Федерации Виктор Модестов подарил спортивной общественности новый альбом с чистыми и незаполненными страницами, в которые должны вписать свои имена уже молодые рязанские самбисты. Хоккейный сезон завершился, и рязанцы показали неплохие результаты. Хоккейный клуб Рязани улучшил все показатели по сравнению с прошлым годом. 23 февраля хоккейный клуб Рязани завершил выступление в сезоне 2013-2014. Команда не попала в плей-офф, заняв по итогам регулярного чемпионата 21 место среди 26 клубов. При этом она до последнего матча претендовала на более высокое место. Победа над Рубином в заключительной игре могла вывести рязанцев на 18-ю строчку. Тем не менее, они все равно улучшили результат по сравнению с прошлым сезоном, когда заняли последнее 27-е место. Более высоких значений хоккейный клуб Рязань добился и по остальным показателям. Команда набрала 63 очка, плюс 22 по уровню прошлого сезона. Рязанские хоккеисты всего одержали 22 победы, в том числе 16 в основное время, и потерпели всего 28 поражений, на 12 меньше, чем в прошлом году. Добавлю, клуб в этом сезоне выиграл обе булитные серии, в прошлом 2 из 9. Рязанцы забросили в ворота соперников 126 шайб, пропустив 164. Всего в завершившемся чемпионате цвета хоккейного клуба Рязань защищали 39 игроков, 3 голкипера, 12 защитников и 24 нападающих. Все 50 матчей провели трое из них – Александр Нагайцев, Денис Каратеев и Александр Поляков. Лучшим бомбардиром команды с 46 очками стал Руслан Башкиров, которому по этому показателю не оказалось равных во всей лиге. Он же возглавил списки рязанских снайперов и ассистентов. На счету Дениса Каратеева 39 баллов за результативность, Александра Полякова – 32, Александра Полухина – 24, Павла Воробьева – 22. Лучший показатель полезности в команде заработал защитник Дмитрий Мухин. Больше всех штрафных минут оказалось на счету его коллеги Памплуа – Максима Галкина. И на этом на сегодня все. Всего вам самого отличного. И пусть всегда в сложных ситуациях у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА